Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео, которое я не планировал сегодня снимать, хотел сделать себе выходной. Но сегодня я нашел на графике такое, о чем срочно решил с тобой поделиться. Сегодня я хочу показать тебе обновление по биткоину, здесь уже есть о чем рассказать. Также в этом видео мы посмотрим на один биткоин график, о котором сейчас никто не говорит. Сегодня не будет восторженного тузымуна или панического падения. Мы будем говорить только лишь про условия, которые могут привести к тому или иному сценарию. Выполнение или не выполнение этих условий и помогут нам понять, куда будет двигаться биткоин. Так что, если хочешь, можешь поддержать меня лайком, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подпишись, если ты тут впервые, здесь мы каждый день говорим о криптовалюте. Начнем с недельного логарифмического графика биткоина, на который я уже наложил глобальный логарифмический канал. Здесь мы видим, что в прошлых циклах цена биткоина на растущих рынках всегда достигала своего пика при достижении верхней границы этого канала. И только после этого начинались вот эти медвежьи рынки, которые находили свои минимальные цены уже на нижней границе этого канала. Как видишь, это повторяется постоянно на протяжении всей истории биткоина. И сейчас вот этот бычий рынок начался после того, как цена биткоина достигла нижней границы этого канала. Но на этот раз дорасти до самой верхней границы этого канала с первого раза не получилось. Поэтому похоже, что у цены биткоина еще есть место для роста хотя бы на 50-65%. Есть ли в этом смысл? Для меня есть, если сравнивать с прошлым биткоина. Также хочу обратить твое внимание на то, что я уже нарисовал до того, как начинать запись этого видео. На каждом растущем рынке биткоина присутствует вот такой трендлайн. На растущих рынках биткоина именно она являлась поддержкой для цены биткоина. Так было здесь. И точно такую же трендовую линию мы можем обнаружить и в следующем растущем цикле в 2017 году. Как видишь, цена биткоина постоянно от нее отскакивала. И в нашем растущем цикле 2021 года мы наблюдаем точно такую же трендовую линию. Как видишь, цена биткоина постоянно от нее отскакивает. И даже сейчас она от нее отскочила. Но! Как только эта трендовая линия ломалась, как, например, вот здесь, начинался медвежий рынок. После достижения пика цена биткоина, наконец, пробивала эту длительную линию поддержки. Затем новым ретестом превращала ее в сопротивление. И после этого падала аж до нижней границы этого глобального канала. Точно такую же картину мы наблюдали и в позапрошлом цикле. После достижения пика на вершине этого глобального канала цена биткоина ломала эту глобальную трендовую линию. После этого ретестом превращала ее в сопротивление и падала аж до нижней границы канала. То есть пробитие этого трендлайна приводит к медвежьему рынку. Сейчас цена биткоина отскочила от этого трендлайна. Даже несмотря на такие новости из Китая, вдумайся, глобальная экономическая сила, Китай, объявляет войну против криптовалюты. Да там даже хобби и бинанс прессуют, нельзя зарегистрироваться новым пользователям. Люди выводят биткоины с этих бирж прямо сейчас в Китае и цена биткоина все равно мудрилась отскочить от этого трендлайна. Невероятная сила, как для меня. Поэтому даже несмотря на все эти падения, цена биткоина до сих пор остается в бычьем рынке, как ни странно. Кроме этого, я еще хочу напомнить про 50-дневную среднюю скользящую, который обозначил оранжевой линией, и 200-дневную среднюю скользящую, который обозначил светло-голубой линией. Мы говорили о них уже множество раз, о том сценарии, который они нам подсказывают. После растущего рынка, когда цена биткоина пробивала этот трендлайн, где она находила поддержку? Она находила поддержку на 50-дневной средней скользящей, вот от нее она и отскакивала. Пока не пробивала. После пробития она падала вплоть до 200-дневной средней скользящей, которая совпадала с нижней границей этого глобального канала. Это происходило в этом цикле. И это же происходило и в следующем цикле, в 2017 году. Цена биткоина пробила этот трендлайн, где она нашла свою поддержку? Ну, конечно же, на 50-дневной средней скользящей, которая потом превратилась в сопротивление. Поэтому цена биткоина упала аж до 200-дневной средней скользящей, которая совпала с нижней границей этого канала. Абсолютно такая же картина. Сейчас же цена биткоина отскочила не только от этой линии тренда, но и от средней 50-дневной скользящей. Посмотри, цена задела ее тенью этой свечи и отскочила вверх. Поэтому, если цена биткоина сейчас кое-как сумеет удержаться выше этих линий, вот тогда мы можем говорить о продолжении роста. Если же эти трендлайны будут пробиты, если этот глобальный растущий трендлайн будет пробит, если 50-дневная средняя скользящая превратится в сопротивление, вот тогда мы можем увидеть поход вплоть до нижней границы этого канала, где цена биткоина и встретится с этой 200-дневной средней скользящей. Каким образом цена биткоина может удержать эти линии в качестве поддержки прямо сейчас? Что ж, в теории мы можем найти один пример того, как это может произойти. В этом примере это называется nested pullback, вложенный откат. Вложенный откат – это пауза в несколько баров на графике на движении к цели. Мы видим его на графике так. Рост, затем коррекция. После коррекции начинается откат вверх. И вот здесь уже происходит вложенный откат. Вот он. После чего и продолжается рост. Поэтому, если эти трендлайны останутся поддержкой прямо сейчас или в ближайшее время, мы можем увидеть подобный сценарий. У нас был рост, затем коррекция, начало отката. И вот здесь мы можем увидеть то, что называется вложенным откатом. После чего будет продолжение роста. Опять же, условием для этого сценария является то, что эти трендлайны остаются поддержкой. Это очень-очень важно. Все на том же недельном графике биткоина мы замечаем также и вот эту фигуру, которая называется закругленной вершиной. Кроме этого, цена биткоина до сих пор находится выше этого глобального растущего трендлайна, как ты видишь. Это тоже очень важно. Сейчас ты поймешь почему. Мы знаем, что закругленная вершина, как и закругленное дно, обычно символизирует разворот тренда. В случае закругленной вершины, это сигнал о развороте восходящего тренда и, возможно, в начале нисходящего. Почему так происходит? Потому что с каждым импульсом цена биткоина или другого актива растет все неохотнее и неохотнее. Это означает, что люди все меньше и меньше хотят покупать по этим ценам. Здесь они хотели покупать больше, здесь меньше, здесь еще меньше. И поэтому в итоге это приводит к падению цены. Целью этого падения является высота этой фигуры. В данном случае, если биткоин упадет на высоту этой фигуры, это приведет его к отметкам 18700 долларов. Я мало верю в такие цены для биткоина. Но этот уровень, заметь, достаточно важен, ведь в прошлом он служил в качестве сопротивления вот здесь и вот здесь. Теперь почему бы не протестировать его и на поддержку вот здесь. Но мне кажется, что большие киты просто не позволят нам покупать биткоин по такой дешевой цене. Правда, похожую ситуацию мы наблюдали вот здесь. В 2019 году здесь тоже была такая же закругленная вершина, которая спустя 147 дней отыграла падением вниз. Как раз таки на высоту этой закругленной вершины. Однако, заметь, что здесь цена биткоина, даже не выходя из этой закругленной вершины, уже пробила трендовую линию поддержки на этом росте, чего она не сделала сейчас. Цена биткоина до сих пор находится выше этого растущего глобального трендлайна всего этого бычьего рынка. Поэтому я бы ориентировался на вот это исключение. Ведь есть бычья закругленная вершина, а есть медвежья. Когда на растущем трендлайне образовывается закругленная вершина, и цена актива не пробивает растущий трендлайн, это бычий сигнал. Целью роста, опять же, является высота этой фигуры. В данном случае высота этой фигуры приведет нас к цене около 104 тысяч долларов. И самое интересное, что именно эта цель находится на верхней границе этого канала. А как мы помним, в прошлом бычьи рынки всегда достигали своего пика именно на верхней границе этого канала. Звучит очень-очень правдоподобно. Поэтому пока этот глобальный трендлайн в этом растущем цикле будет оставаться поддержкой, а 50-дневная средняя скользящая не превратится в сопротивление, а линия шеи этой фигуры не будет пробита ценой вниз, для меня этот бычий сценарий будет актуален. Кроме этого, при соблюдении всех этих условий, и сценарий вложенного отката также будет отыгрывать себя. Кстати говоря, этот сценарий описан не просто кем-то там, а трейдером с 20-летним опытом Адамом Граймсом. Надеюсь, я понятно все объяснил. Если нет, то попробуй пересмотреть все заново и кое-как понять, о чем я толкую. Ну и напоследок я хочу обсудить 4-часовой краткосрочный график биткоина. Три линии CPR, которые на падение всегда служат в качестве сильной поддержки. Мы это уже видели? Сейчас они были сломлены. Цена биткоина пыталась вернуть их в качестве поддержки, но у нее это не получилось. И как ты видишь, сейчас она снова пытается это сделать. В случае, если в ближайшее время эти линии становятся снова поддержкой, мы можем ожидать рост биткоина. Но если они все-таки окажутся сопротивлением, я могу ожидать падения биткоина до следующих целей по CPR, которые я обозначил розовыми стрелками. Мы видели похожие ситуации, когда эти линии CPR не смогли оказаться поддержкой. Например, вот здесь. Цена биткоина пыталась их оседлать, но у нее не получилось. Это привело к падению цены биткоина. То же самое мы видели здесь. Эти линии оказались сопротивлением, что и привело к падению цены биткоина. Так что на краткосрочной перспективе мы можем увидеть что угодно. Какое угодно падение. Поэтому следи за индикатором CPR, а я на всякий случай расставил покупки вот на этом уровне, вот на этом уровне и вот на этом уровне. Для тех, кто смотрит с телефона, эти уровни около 31 760 долларов, также 37 400 долларов и, наконец-таки, 39 400 долларов. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Большое спасибо за твой просмотр, твой лайк и твою безумную поддержку. Это очень, очень вдохновляет. Также большое спасибо за 217 тысяч подписчиков. У нас скоро будет уже 220. Это почти четвертая часть от миллиона. Какие-то невероятные цифры. Я никогда даже о таком не мечтал. И, конечно же, без вашей поддержки, вашей активности этого всего не было бы. Сейчас видео не могу сделать, но сделал все-таки. Прибежал домой, сел за компьютер и записал. Полчаса назад сидел с друзьями и смотрел фильм. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok